Привет, мои прекрасные! Я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. Меня зовут Дарья Кривная. Вы наверняка меня знаете как Кривда, и у нас тут с вами бьюти-блог и очень-очень много косметики, о которой мы говорим честно и справедливо. Судя по названию, вы уже поняли, что в сегодняшнем видео обзор на минеральную косметику. Кто со мной давно тут знает, что я очень долго противилась этому роду косметики, этому разделу косметики, потому что я фанат кремовых текстур, так как я обладательница нормальной склонной к сухости кожи, и многие бренды, которые я пробовала, мне подходили, ну, так, знаете, сомнительно. И тут я просто решила заказать, и я не удержалась, я протестировала все средства, которые я сегодня буду показывать. Поэтому это уже будут не первые впечатления. Мне очень хотелось дать вам именно развернутый обзор, потому что по первому впечатлению ты не понимаешь, как она себя ведет, вот, потому что тут сухие текстуры, и мне нужно было понять, как моя кожа себя вообще ведет, если пользоваться продолжительное время минеральной сухой косметикой. Так что мнение будет полноценным, сформированным, я вам покажу, как я с ней работаю, как я приноровилась. Спойлеров не будет, мое окончательное мнение вы узнаете в конце, так что приглашаю вас к просмотру, и не забудьте подписаться на канал, поставить пальчики вверх и колокольчики, чтобы новое видео ни одно не пропустить. Они тут выходят очень часто, через день, за редкими исключениями. Поэтому приглашаю приблизиться. И начнем. У меня тут есть все. Кстати, забыла вам сказать, что всю косметику мне прислали на честный обзор. Я сразу сказала, что мнение будет абсолютно честным, поэтому респект, и что я могу сказать, что согласились на моих условиях. Поэтому начинаем. Просто так наносить сухие средства я не наношу на голую кожу, нужна им база, чтобы все равномерно распределилось, и кожа была увлажнена. Есть у бренда Crystal Minerals вот такой вот праймер, soft skin primer. Он и как база, и как увлажняющий крем. То есть он очень хорошо напитывает кожу, без лишней какой-то жирности, липкости, прям то, что надо. Он очень круто цепляет на себя средства. Вот такая вот у него приятная нежирная текстура, такая очень легкая. И распределяется все это дело очень легко. Самое главное тут, конечно же, не переборщить, как и с любой другой косметикой. Наносим умеренное количество. Вот так вот выглядит кожа сразу после нанесения. Она уже даже никакая нежирная, просто я чувствую увлажнение без эффекта пленки какой-то. И приступаем к самому интересному, к нанесению средств на лицо. К нанесению сухой тональной основы, к нанесению сухого консилера. Сухой консилер я вам уже показывала в одном из обзоров с распаковкой новинок. И начинаем мы с тональной основы. Она идет в такой вот баночке. Там есть матовая я выбирала, и есть сатиновая. И по отзывам я посмотрела, что сатиновая мне подойдет лучше, потому что она больше подходит нормально и склонна к сухости кожи. Мне матировать-то особо не надо. Мне надо, чтобы был такой лоснящийся финиш. Я такая думаю, пудра мне это даст. Ну, конечно, рассказывайте. Но каково было мое удивление. Тут очень удобная упаковка. Так же, как и в консилере, есть вот эта вот крутящаяся штука. И не происходит такого, что ты закрыл, открыл, а там просто вот это фонтан. Нет, очень удобный формат. У меня всегда были какие-то претензии к тому, что все рассыпается. Здесь нет. Очень удобная упаковка. Единственный раз у меня была авария, я забыла прокрутить вот эту штуку в средстве для бровей. И, конечно, там это все изверглось. Но это мой косяк уже. То есть упаковка, все предусмотрено, чтобы ничего не рассыпалось. Как делаю я? Можно делать по-разному. Можно вот так вот потрясти, высыпать. Я в крышечку вот так вот вытряхиваю вот такую вот часть. Немного, по чуть-чуть добавляю. Беру кисть Кабуки. Кстати, кисть тоже от Crystal Minerals. У меня тут несколько кисточек. И, на удивление, ими удобнее делать макияж, чем обычными кистями. То есть они прям лучше взаимодействуют. Ну, видимо, они создавались друг для друга. И поэтому работают прямо муа. Персик друг с другом сочетаются прекрасно. Вот такая кисть Кабуки F01. Она с плоским срезом. И как раз такие вот средства минеральные нужно зашлифовывать. За что прям респект у меня в голове произошел, что там нет в составе вот этих средств склеивающих компонентов. То есть это спирты, масла и силикона. То есть там нечем забивать поры и сушить, и надредить кожу. Так, я набираю прям щедро. Нормально. Ну, для меня это щедро. И начинаю с центра лица круговыми движениями зашлифовывать. Сначала кажется, что ты делаешь что-то странное. Что ты припутриваешься на голое лицо. То есть это психологический барьер. Его мне нужно было преодолеть раза с второго. С третьего уже прям отпустила. Набираю, видите, тут побольше. Могу так прям сделать. Продолжаю закручивать. Все наслаивается, между прочим. Можно нанести один слой, потом еще поплотнее. Чтобы это все дело, ну, то есть покрыло столько, сколько вам нужно. И на мое удивление, все это происходит очень легко. Без эффекта печеного пирога. И что еще для меня важно, важным открытием было. То, что нужно время, чтобы это все уселось. Сначала в какой-то мере может показаться, что вы реально перепудрились. Но потом в конце вы еще и сбрызгиваете все это дело. И плюс ко всему это все каким-то магическим образом усаживается. Я вам показывала и в сторис, и в телеграме показывала, что на коже как будто действительно ничего нет. Это было нонсенс. Мы ездили в Коломенский парк. Было жарко в тот день. Я как раз первый или второй день тестировала эту косметику. И я обалдела, что я вспотела, конечно же. И ничего не поступило. Лицо оставалось на ощупь матовым. Но ничего не потекло, никуда не забилось. Мне было очень комфортно. Как будто я просто с голым лицом. Это может звучать так, как будто я реально хвалю там или еще что-то. Нет, я говорю абсолютно честно. Говорю свой опыт. И я думаю, в комментариях меня поддержат люди, которые пробовали, попробовали это хоть раз. И потом понимают, что, ну, это действительно очень комфортно. Это действительно выглядит естественно, красиво. И никогда никаких проблем с кожей. То есть за две недели использования у меня никаких проблем с кожей вообще не возникло. Там типа сухость, шелушение вообще нет. Я от центра к периферии стягиваю вот такими вот полирующими движениями. И все. Где-то, где нужно, добавляю. Еще у нас впереди с вами консилер. И, кстати говоря, кисти после тональной вот такой основы каждый раз иметь не обязательно. Наоборот. Даже, ну, как говорят, лучше, что в кисти есть вот эти вот сухие компоненты. В сухих текстурах бактерии не развиваются, не размножаются. Поэтому так даже растушевывается все лучше. Ну и на практике, да, я кисть еще ни разу не мыла. Блин, это звучит очень страшно. Но у меня прям с каждым разом все лучше и лучше. И быстрее растушевывается. Наверное, там просто вот эти пигменты остаются. Да, это вам говорит человек жидкое средство просто. Я жижа-мен. Теперь консилер. Консилер вообще полностью в таком же формате, как и тональная основа. Только он более, наверное, пигментированный. Я не знаю. В общем, ну, разница в средствах есть. Объяснить ее тактильно не могу. Наверное, в нем больше пигмента. Он у меня вообще не скатывается. Вы видели это в тесте новинок. Оттянок у меня CN1. Он светлее, чем тональный крем, конечно же. И затушевываю я его кисточкой поменьше. И идеальнее всего для меня работает натуральная кисть из козы. Любая абсолютно растушевочная вот такая кисть. Пушистенькая. Вот лучше всего работает. Прямо то, что нужно. Прокрытие регулируется. И прям вот тоненько. То, что я люблю. Здесь я прям в дырочке вот так вот тоже откручивается. Здесь все то же самое. Принцип один и тот же. Тряхиваю, но уже намного меньше. Крылья носа тоже вот так вот зашлифовываю. Круговыми движениями. Здесь все наносится круговыми такими плюс-минус движениями. Вы сами сейчас можете сравнить. Глаза. Покрытие. Все выровнено. То есть для себя на каждый день. Это для меня, если честно, у меня все это лежит в отдельной косметичке. И у меня стоит на столе моя косметичка. И непроизвольно на каждый день я тянусь к ней сама. То есть у меня прям тянется рука. Это очень большой показатель. То же самое делаю и здесь. В общем, сидишь вот так вот увлекаешься. Все зашлифовал. Все заполировал. И все перекрыто. При этом, видите, все равно просвечивается кожа. Просвечивается моя живая кожа. Нету эффекта перепудренности. Отчего я, если честно, знатно была в шоке. Типа я же пудру наношу. Почему? Как так это получается? Теперь мы переходим к коррекции лица. И эту палетку я хотела еще задолго. Я даже не знала, что это минеральная косметика. Я ее очень давно хотела, потому что ее хвалили визажисты, которых я уважаю. И я такая потом, о, блин. О, это один бренд. Круто. То есть для меня это вообще было все открытием. Вот эта палетка для коррекции лица. У меня оттенок зимняя, сказка, но очень супер натуральный. Нейтральные скульпта бронзеры. Один потемнее, похолоднее. Другой потеплее. Очень нежный оттенок румян. Вы знаете, я сейчас такой прям особенно часто использую. И хайлайтер. Жемчужина нормальная. Он не белый, не серебристый. Он прям жемчужно-золотистый немножечко. И кисточкой я наношу тоже. Работает прям намного лучше. Они в друг другом, как видимо, как я уже сказала, взаимодействуют. Вот такая кисточка. Плоская немножко. Форма вообще огонь. Очень удобная. Я такие формы, в принципе, для всего использую. Либо свечки, либо вот такие лепестки. F07 называется. И начинаем мы, конечно же, с коррекции лица. И я делаю вот так. Я замешиваю эти два оттенка. И вот такими вот движениями. Ну, можно, в принципе, и загладить. То есть эта кисть позволяет это все сделать. Прям очень удобно. Мне нравится. То есть в разных техниках абсолютно можно работать. И все происходит очень легко и быстро. Также наношу на височную область. На линию роста волос. На линию челюсти. Прям удобно и боковой поверхностью, и плоскостью. И нос тоже удобно. Сейчас я вам просто хочу показать разницу с контурингом и без. Поэтому наношу только на два половина лица. Наношу румянец. Тоже этой же кистью все делаю. Такой прям деликатный румянец без тумача. Там, по-моему, несколько оттенков, по-моему, есть. Палитр, конечно же, с теплыми румяными. То есть каждый для себя подберет. Но качество прям вообще огонь. Мне очень понравилось. Здесь есть вот реально все, что нужно для коррекции. Отрабатывает прям супер. И хайлайтер я тоже наношу этой же кистью. Все прям очень быстро. Мне даже не надо никуда ничего дергать. Все замешивается друг к другу. И получается очень естественно и красиво. Ну что, можете сравнивать. Здесь есть коррекция. Очень мягкая, очень естественная. Без каких-либо пятен. При повороте головы она как бы, как даже сказать, сглаживается. То есть нет полос никаких. И очень ровно сконтурированное лицо. Оформленное, более стройное, более подтянутое. Ну то есть все как надо. Вы видите, да, что это выглядит очень натурально. Я с таким удовольствием этим всем пользуюсь. Поэтому с таким же удовольствием и рассказываю. Мне очень приятно, что несмотря на мой такой длительный опыт, я еще могу для себя открывать что-то новое. И вот так вот удивляться этому. То есть для меня это очень приятная эмоция. Я не знаю, как для вас. Я думаю, что для всех, кто скрывает для себя что-то новое, он также радуется. Поэтому вы мои эмоции можете понять. Если где-то что-то вам кажется, что нужно убрать излишки, то вот этой вот кистью, которую наносили тон, зашлифовываем. И все прямо смешивается на глазах. Кстати, продукты вообще не пыльные. То есть я там прям кистью валындует только в путь. И вот такая вот прелесть. Ёлка ламане, я вообще в шоке. Говорить даже ничего не могу. Слов нету. Теперь мы с вами приступаем к бровям. И геля, таких вообще вот помад, туши у бренда нет. Зато есть пудра для бровей, то есть тени для бровей. У меня в очень классном оттенке. BS2. Блонд. И он прямо холодный. Как раз его я забыла закрыть. И тут у меня средство скопилось. Но это мой косяк. И тут мне тоже кисточку подарили. И я вот ей прямо ловко справляюсь. Е02. Она скошенная, уплощенная. Прям вообще очень круто. Быстро. Набирать главное немного. Излишки снимаю брови, потому что я сейчас очень деликатно обоформляю брови. Прям вообще. Мне так комфортнее. Немножечко крыло прорисую. И нижнюю линию роста. Потом я просто оформляю брови прозрачным гелем. Смотрю, где просветы. И там еще чуть-чуть добавляю. То есть мне нужно сейчас немного. Летом мне как-то не хочется перегружать брови. У кого то же самое, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я пыталась немножечко стряхнуть, это получилось, потому что там прям много было, но не до конца все равно. Но я просто аккуратно пользуюсь. Постараюсь еще до конца убрать. И зафиксирую брови прозрачным гелем. И вот так вот я выкладываю в диагональ брови. Смотрю, где что не хватает. И сейчас подсохнет, я добавлю. Здесь все четко. Прям вот здесь можно чуть-чуть. Оттенок такой красивый. Прям один в один мой цвет бровей, волос. И мы переходим с вами к глазам. Какой же кайф, что ничего не скатывается даже на веках. Я везде наносила консилер, ничего не скатывается. И у меня тут есть то, что я еще не пробовала. Вот тут прямо не пробовала. Оставила для вас деликатес. Палетка. Вот я когда с ней в сториз, у меня в директе просто сразу что на глазах, что за палетка, что на глазах. Я не знаю, как это так получается. Она очень нежная, она очень нюдовая. Но каждый раз задают кучу вопросов, что у меня на глазах. Я не знаю, как это работает. Наверное, за счет оттенков. У меня палеточка Nude Eyes. Оттенки действительно просто какое-то совершенство. Я выбирала из нескольких, когда оформляла заказ. И вот это прям мне настолько засело в сердце. Я думаю, что у нас это с ней взаимно получилось. Я растушевывать буду кистью, которую наносила консилер. И еще кистью тоже от Crystal Minerals плоская. Она очень круто зашлифовывает. Тоже Е07. Она вот такая плоская, но пушистенькая. Ей тоже очень удобно работать. Начинаю я с вот этого вот оттенка. Сейчас прям покажу тот макияж, который я всегда делаю ей. На каждый день как раз. И я вот так вот боковой поверхностью начинаю зашлифовывать в складку. И именно вся вот эта косметика зашлифовывается. Она просто зашлифовывается. И как будто это мой такой природный макияж глаз. Язык как это работает. Ну просто смотрите, наблюдаете за ловкостью рук. И заработаете в ней. И не знаю, надо ли что-то комментировать. Комментировать. Это для тех, кто плохо делает макияж глаз. Еще не особо умеет. Только начинает. И хочет, чтобы у него была чистая тушевка. Они как-то сами саморастушевываются. Действительно. Они прямо... Ну, посмотрите. Я делаю очень такие движения. Сомнительные. Нечеткие. Нескоординированные. Когда крашусь на каждый день, там вообще просто. Вместе с детьми параллельно происходит дикая тусовка. Но они тушуются блинцами. И на нижний век я тоже наношу вот этот вот оттеночек. Никаких границ. Просто они наносятся как-то... Я не знаю, что они делают. Но они просто без границ растушевываются. Сразу мягкой дымкой. Потом я беру какую-нибудь плоскую кисть. Маленькую. Вот я вас обманула. Сказала, что такие кисти больше не возьму. Хочется мне взять. Я беру темный оттенок на вот такую вот кисть карандаш натуральную. И набираю вот этот темный оттеночек. Единственное, что здесь зеркала нет. И я просто прохожусь этим темным оттенком вдоль ресничного контура. Очень вуально затемняет. Без четкой опять же границы. Очень легко растушевывается. Не могу сказать, что это степка. Я делаю такое просто зажимение по ресничному контуру, чтобы сделать более такой взгляд зауженный. Хищный. И на нижний век по ресничному контуру я тоже чуть-чуть добавлю темного. Какие-то такие небольшие смоги получаются. Возвращаюсь к вот этой вот кисточке плоской от Crystal Minerals. И добавляю сияющий жемчужный оттенок. Я сначала думала, что будет полупрозрачным. А он прямо такой цветной. Ну, то есть в нем есть цвет. Я его на подвижку кидаю, чтобы подсветить и раскрыть взгляд. Он такой сатиновый. Очень нежно светится на глазах. Я бы даже сказала, что эта палетка прямо очень невестошная. Очень нежная. На каждый день она безупречна. Светлый тоже можно добавить. Но у меня здесь есть то, что я еще не пробовала. Я оставила это на сладенькое специально для съемки этого видео. У меня здесь есть вот такой набор сэмплов, минеральных пигментов. Тут пять оттеночков. Я видела, что здесь есть мой любимый оттенок мухи. Водный мир. Из зеленого в красный. Но сегодня я не хочу болеть очень ярко. Серебряный ручей. Он какой-то голубой серебристый. Полночь в Париже. Тоже какой-то такой зеленый, но он темным выглядит. Виноваты звезды. Золото с зеленью с какой-то оливковой, мне кажется. Блеск софитов. Мне кажется, сюда прям как нельзя кстати впишется. Вау. Давайте-ка мы с вами его нанесем. Вау, 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 вау. Просто рассыпуха каких-то реально. Блесток, звезд. Ну, это пигмент. Это рассыпчатая история. И ее нужно наносить вот так припечатывающим образом. Это такие спарклы. Без особого цвета, но они при повороте головы я вижу, что дают блестки. Ну, не сильно, конечно, их надо на что-то липкое положить. Это очень красиво. Я не поверну просто сейчас. Я переверну и боюсь, что рассыплю. Это очень красиво. Но это сэмплики, типа как пробники, чтобы попробовать, выбрать для себя какой-то любимый. Если понравится, заказать уже большой размер. Но макияж не особо хочу что-то писать. Хочу оставить нюд. Я же только нюдовый мастер. Ну, люблю я нюд. Чего вы пристали-то? Так, давайте я завершу макияж глаз тушью. Тушь возьму L'Oreal. Lash Paradise. Мне писали, что он отпечатывается, там осыпается. Я не знаю, у меня ничего не происходит. Все хорошо. Вот так нежно, но пушистенько. Вот так завершила макияж глаз. И, блин, вот надо было до туши это делать, потому что я уже один раз, первый раз ошиблась. Потом поняла, как правильно это использовать. Я не читаю никогда, как правильно использовать. А потом ошибаюсь. Тут написано, что надо распылять фиксирующий спрей на расстоянии 20-30 сантиметров. То есть должно достаточно большое быть расстояние, потому что распыление... Нужно входить, в общем, в это облако с закрытыми глазами. Это про тот спрей фиксирующий, про который я вам говорила в видео с Morphe. Это обладежная какая-то вещь. Он очень круто работает с минеральной косметикой, ну, соответственно, потому что они все друг с другом взаимодействуют. Ну, в общем, он как будто на вид делает все продукты, ну, максимально как будто кремовые. И я не вижу никакой вообще перепудренности и запудренности. Но, на самом деле, я его приближаюсь к вам максимально. Я и сейчас этого не вижу. Я смотрю в зеркало при ближайшем рассмотрении. Я вообще не вижу средств. Я его пробовала и просто на обычные кремовые средства. Он тоже очень круто фиксирует макияж, увлажняет кожу. И макияж смотрится прямо очень живо, свежо и круто. Обалдели совсем, что ли, Crystal Minerals? Вы что натворили? Я теперь не могу ничем другим нормально пользоваться. В общем, смотрите, я делаю облако и вхожу в него. Достаточно на большом расстоянии, то есть я струю около лица. Потому что распыление мягкое, но есть риск все-таки, что если близко, то будут капли. Вот, нам эти капли не нужны, поэтому мы входим в облако. Но потом капли, если даже попадет, то это все равно все высыхает. По-моему, все просто невероятно красиво. Давайте завершим макияж губами. Карандаш Кэр Коразон в оттеночке Milk Chocolate. И нанесу блеск Clorans в 0,7 в оттеночке. Вот так вот очень легко и свежо. Для меня, честно, это самый настоящий летний макияж, самый комфортный летний макияж. И именно на прогулку, когда я знаю, что мне надо куда-то пойти и будет жарко, у меня ни к чему другому рука даже не тянется. Мне легко, мне комфортно, при этом у меня очень выровненное, оформленное, красивое лицо. В общем, я в полном искреннем восторге. С другими, какие я пробовала минеральные бренды, косметики, у меня такого не случалось. Выглядело красиво, но было неудобно. Здесь сошлось и удобство использования. То есть здесь даже есть прессованные продукты. То есть не все рассыпчатое, тени тоже прессованные. Это очень удобно. Конечно, качество исполнения упаковок и всего прочего мне прямо сильно зашло. Самое главное, как выглядит и как носится. Я подсниму для вас даже на телефон. Конечно же, ставлю это сюда. Я про все средства рассказала подробнее, потому что это не первое впечатление, поэтому не вижу смысла говорить. Сейчас апдейт какой-то. И, конечно же, я вам покажу, как это все продержалось в течение дня. Слушайте, я вся мокрая. Помимо того, что, видно, меня чуть-чуть вирусит, я мокну и жарко очень сильно. Макияж просто я вот трогаю. Он вообще не липкий, он полностью матовый. Чуть-чуть на лбу я вот прямо около линии роста волос, потому что чуть-чуть потею. Вот порну за подробности. Но, в общем, он матовый абсолютно. Я прикасаюсь с абсолютным комфортом. И что, клево? Что, клево? Не отпечатывается на телефоне ничего. Вот. Прямо респект. Глаза на месте. Чуть-чуть спарклинг уже не так ярко видны. Но все-таки я полагаю, что их нужно на липкую базу приклеить. Они на сухие уже тени матовые. Так коррекция видна. Без пятен. Все очень красиво. Все очень естественно. С макияжем я где-то уже больше, наверное, 7 часов. Потому что нанесла я рано утром. Сейчас уже 6 вечера. И я с детьми. Я готовила. Я снимала еще параллельно сториз. И убиралась. Друзей мы встретили. В общем, такие вот пироги. Так что прям любовь. Если честно, я вообще в восторге. Я не ожидала. Для вашего удобства все артикулы заказанных мной и использованных сегодня средств на Wildberries я пропишу в инфобоксе. Отсматривала ассортимент я сначала на официальном сайте. Там тоже можно сделать заказ. И все какие-то бестселлеры представлены также в Золотом Яблоке. Так что бренд достаточно широко распространен. Самое главное, что есть на Wildberries и можно удобно заказать. Очень люблю всегда заказывать все на Wildberries, потому что я домой переносил в пункты выдачи. В общем, для меня это самый удобный вариант. Вы знаете, что я фанатка Wildberries. Для меня это все, конечно, было супер непривычно, но я смотрю постоянно ваши отзывы где-то на маркетплейсах, что все так хвалят и такая думают, что со мной не так, почему я никак не могу подружиться. И тут просто вот как-то правильный подход я нашла. Или бренд так совпало, что все вообще просто очень сильно меня радует. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто из вас что пробовал от данного бренда, что советуете мне еще попробовать, что я пропустила. Давайте обсудим, какие есть у вас фавориты, что-то, может быть, мне понравилось. Тоже очень важно. Давайте обсуждать все это дело в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальчик вверх, колокольчики и активничать комментарии. Все это действительно очень помогает моему молодому каналу на YouTube продвигаться. Ну и самое главное, конечно же, никогда не забывай, что ты прекрасна в любом виде. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok